Контроль за соблюдением режима самоизоляции гражданами-специалистами осуществляют уже год. Звонки на стационарный, мобильный телефон, посещение на дому – все строго. На самоизоляции с какого числа? С прошлого четверга. С прошлого четверга. Как себя чувствуете? Неплохо. Политвенника к вам вращается? Вращается. Самоизоляцию, конечно же, с облитой. Показатель текущей недели в Бресте и Брестском районе. Порядка полутора тысяч людей, которые находятся на самоизоляции. Визиты в их дома осуществляются регулярно. У нас несколько категорий граждан, которые могут находиться на самоизоляции в нашу ковидную эпоху уже. Это сами заболевшие коронавирусной инфекцией, которые находятся на амбулаторном лечении, то есть они лечатся дома. Контакты первого уровня с заболевшими, они также находятся на самоизоляции. И лица, прибывшие из-за границы и стран, на которых распространяется требование соблюдения самоизоляции. При режиме самоизоляции отправиться на работу, отдых и в гости не получится. Квартиру покидать нельзя. Одна лишь поправка – острая необходимость. И связана она исключительно с приобретением продуктов, лекарств или посещением врача. Безусловно, это не заточение. Это есть поводы, по которым необходимо выйти. Это острая необходимость, это прописано. То есть это связано с выходом близлежащий, а не самый дальний магазин. Необходимость посещения аптеки за лекарственным средством, тоже близлежащую. Необходимость посещения и оказания медицинской помощи. Следует иметь подтверждающие документы, чек из ближайших магазина или аптеки, талон к врачу. За игнорирование требований режима самоизоляции установлены административные штрафы в размере 1-2 базовой величины. Сегодня такие нарушения имеют место, но, по словам специалистов, граждане стали более ответственно подходить к вопросу в интересах собственной же безопасности. А если вы отправитесь за рубеж, помните, в случае если выбранная для туризма страна находится в красной зоне, то после возвращения 10 дней придется побыть дома. София Бережная, Тигран Акапян, телерадиокомпания, Брест.